Всем привет! С вами снова Любопытный Геймер, а вы продолжаете смотреть прохождение игры Darksiders 2. Как вы помните, в прошлый раз мы окончательно разобрались с квестом на локации Горн, открыли пробку славы и теперь идем за обещанной наградой. Всадник, пламя гор вновь струится! Да, оно освобождено мною и Карном. Карн? Этот сопляк? Откуда ему знать? И все же, в кузнице снова горит огонь. Ты знаешь, что тебя ждет, Всадник. Чтобы покончить с этим, нужно вернуть слезы. Я не мальчик на побегушках, Творец. Это так, но теперь наши судьбы переплелись. Помоги нам, и мы поможем тебе. А пока возьми вот это. Может пригодиться. Мне знаком этот пистолет. Он принадлежит моему брату Раздору. Как он сюда попал? Не могу сказать, но теперь ты можешь купить и другие вещи. Достань слезы и возвращайся ко мне. Ты сказала, что кузнецу питали две вещи. Пламя и слезы. Да. Пламя, чтобы пробудить землю, а слезы, чтобы успокоить ее. Все это даровал нам отец камней. Значит, одного пламени будет недостаточно. Да. Нужно и то, и другое. Здесь, похоже, намечается какая-то сюжетная интрига. Нам дали пистолет, который принадлежал другому всаднику Апокалипсиса. Неизвестно, как он попал в руки этой кудрявой рыжеволосой сестре кузнеца. Что ж, этот сюжетный ход, он может вполне раскрыться как в этой игре, так и может оказаться заделом на будущее. Ну, а пока мы продаем весь шмот, который не имеет какой-либо ценности в плане бонусов. Те, которые с бонусами, мы пока побережем. Благо, нехватки места в инвентаре пока не наблюдается. Поэтому торопиться пока не станем. Так, ну и пока происходит эта рутина, хочу сказать спасибо всем, кто смотрит мои видео. Мне очень приятно, что у них есть своя аудитория. Так же, как у моего канала, уголок любопытного геймера ВКонтакте. Я вам очень благодарен, товарищи, за то, что вы меня поддерживаете. Во, дали новый уровень. Замечательно. Так, то ли нам не надето. Да, я... Я, пожалуй, остановлюсь на варианте с большей защитой. Так, ну и поскольку... Перед нами открываются перспективы бежать на новый... Квест с сюжетной линейки. Мы попробуем... Немножко от нее отвлечься. Помните, я говорил вам, что с этим товарищем, которого я условился называть тренер, была возможность сразиться. Ну так вот, я думаю, что пора попробовать. Ну, ты можешь попробовать? Да, именно это мы и сделаем. Мы попробуем. Этот клинок старше тебя, всадник. Да и длиннее вдобавок. Я могу укоротить его. Да и тебя тоже. Смерть остерный язык. Ну, насколько я понимаю, этому товарищу лучше не попадаться под его удары. Уж больно он... Грозен на вид. Эээ, такие ручищи. Да. Урон он наносит не слабый. Ну что ж. Пробуем, пробуем. Тяжело. Так, нам восстановили жизни. Тренер оказался крепким орешком. Придется использовать все возможности, чтобы вынести эту тушу. Он кажется неповоротливым, но из-за длины рук он достает на расстоянии первого переката. Бывает, случается такое. Используем мгновенный удар, чтобы восстановить частичное здоровье. Не очень хочется тратить на него аптечки, потому что все-таки жизнь восстанавливают. Но, если вы будете пытаться выносить этого дядю, то учитывайте, что попытки бесконечные. И сражение с этим товарищем вам, собственно, ничем плохим не грозит, кроме, не знаю, небольшого урона собственной гордости. Ну, вот он и вынесен. Да, замечательно. Но это было нелегко, скажу я вам. Выигранная битва не должна оставаться... Тебе повезло! Возможно, я слишком стар для этого. Возраст — это еще не все. Ты победил старого воина. Но, чтобы заслужить тебе имя, ты должен сделать нечто большее. Фейхер, Эхидна, Аргул — вот имена, которыми творцы называют смерть. Убей их всех! И, возможно, я соглашусь с тем, что ты настоящий жнец. Звучит как вызов. Коль мне быть твоим палачом, я бы хотел узнать больше о жертве. Я расскажу тебе то, что знаю. Где мне искать, Вейхер? Вейхеры, ей подобные, когда-то бродили по кузнечным землям и резали нас, как овец, пока мы превращали этот мир в свой дом. Мы поодиночке выслеживали чудовищ и убивали их. Но Вейхер сейчас забилась в глубокую нору и выходит только на поиски пищи. Я знаю лишь то, что она порождена огнем и дымом, а логово себе устроила под землей. А что насчет Горвуда? Когда-то мой народ дружил с Горвудом. В таком случае, зачем вам моя помощь? Наш лес был захвачен порчей, а Горвуд — древний обитатель этого леса. Они неразлучны. Горвуда сломила порча. Его нужно уничтожить. Эхидна? Мне знакомо это имя. Почему ты хочешь ее смерти? А, за ней должок. Это очень древняя история. Всем известно о сумеречном царстве Эхидны. Почему бы тебе не отправиться туда и не прикончить ее? Я пытался, но в ее мире все было охвачено хаосом. Паучьи лорды залили ее трон кровью, а самой Эхидны нигде не было. Я потратил много лет, выслеживая ее в царстве мертвых, когда все это произошло. Я вернулся домой к своему народу, а старый долг так и остался неоплаченным. Расскажи мне об Аргуле. Безумец. Чудовище, которое хочет только убивать. Я сам хотел заняться этим делом, когда на трон зашел нынешний костяной владыка и победил безумного короля нежити. Так Аргула больше нет? Мои кости постоянно нашептывают мне обратное. Старый король жив, и я в этом уверен. За сражение с тренером дали очень много опыта, и я получил новый уровень. И чувствую прямо, что делал это все не зря, потому что мне дали возможность превращаться в настоящего жнеца. Ну, как это было в первой части. Так, стоит распределить очки навыков. Теперь есть возможность взять еще один удар. Он без восстановления жизни, но зато он круговой, позволяет порвать врагов в определенном радиусе. Да, да, его и возьму. Ну, а что еще? Не самый очевидный выбор. Не очень хочется все-таки брать способности Некроманта. Эти упыри как-то меня не вдохновляют совершенно. Так что тут гида. Время действия всего 8 секунд. Постоянно заботиться о том, чтобы поддерживать этот щит, нет, не хочется. Ну что, либо усиливать сами удары, либо на них какие-то эффекты накручивать. Ну, эффекты на круговой удар пока не наложишь, потому что 8 уровень требуется. Неплохо бы увеличить вероятность критического удара на мгновенный удар, но тоже пока нельзя. Не сказать, что уж сильно разветвленное дерево прокачки, а выбор все равно не очевиден. Ну ладно, возьмем усиленный мгновенный и усиленный круговой. А эффектов накидаем по ходу. Ну, теперь-то понятно, почему тот деревянный монстр, этот гадкий буратино, которого я нашел в какой-то пещере, в которой я плыл под водой, так ловко мне накостылял. Это был Горвуд, один из самых мощных врагов этой локации, этого мира. Вот только что тренер мне заказал его и еще троих уродов вынести, да. Ну, я думаю, что даже сейчас не имеет особого смысла к нему идти. Сначала все-таки придумаем что-нибудь более весомое в плане экипировки. Хотя, я думаю, пистолет будет солидным подспорьем. Мы пытались остановить порчу, но ничего не вышло. Если тебе уже пора идти, не смею тебя задерживать. Поиски — это такое увлекательное занятие. Никогда не знаешь, что ты можешь найти. Например, вдруг ты найдешь часть доспехов, которые я потерял много лет назад. Если ты их найдешь, буду тебе очень обязан. Ты можешь что-нибудь рассказать о слезах гор? Ливневый форт находится за этой преградой. Он стал первой жертвой порчи. Мы запечатали слезы отца камней внутри, опасаясь последствий. Если я поступлю, как просит Элия, вы все узнаете. Да, и мир от этого только выиграет. Чистые, как горный ручей, или черные, как грех, слезы выведут нас из тупика. Всегда, когда я тебя вижу, ты стоишь без дела. Без Древа Жизни я такой же пленник этого мира, как и ты, всадник. Кое-кому удалось выбраться до того, как Древо исчезло. Например, Ультейн. Кто такой Ультейн? Всего лишь еще один Творец, но с огромным молотом. Когда он сбежал, я не рискнул пойти за ним. И правильно сделал. Интересно, почему? Если бы не моя отвага и ум, ты бы еще искал котел. Этот наглец опять повесил на смерть сторонний квест. Опять ему нужно что-то найти там, куда мы направляемся. Совершенно случайно это совпало. Что он потерял, это какую-то часть доспехов в ливнем форте, куда мы как раз топаем. Ну что, он не взрывается-то? Ага, вот. Да я ничего даже не удивлен, что ты остался где-то тут стоять, пока я делаю всю грязную работу. Ленивый паршивец. Ну да сопляк, он и есть сопляк, что с него взять? Лучше уж мы как-нибудь верхом доберемся. Так, антуражик-то сменился. Я надеюсь, что сейчас будут новые враги. Разнообразие, разнообразие. Нужно мясо, нужно с кем-то подраться. А вот, похоже, и они. Что-то там такое летает. О, старые знакомые. Этих товарищей мы рвали пачкой, когда играли за войну. Так и какая-то летающая пакость. Черт, они довольно ловко окружают со всех сторон. Странно, они лучше выносятся пистолетом, чем оружием ближнего боя. Летят они вот из этой мерзости, которую лучше как-нибудь сразу. Вот, попробуем, попробуем удар. Удар хороший, хороший, замечательно. Все сработало. Вот и развалилась наконец эта коряга, из которой летит эта мелочь проклятучая комары. Этим летом комаров было не так уж и много. По крайней мере, там, где живу я. Так, куда-то мы идем, в сторону... Нет. Нет. Не пойду я туда сейчас. Раз уж мы намылились в ливневый форт, то мы в ливневый форт и пойдем. Ну, так, это все просто. Там бы мы не прошли. Надо карабкаться. Пистолет. Пистолет кажется более функциональным здесь, чем в первой части. В первой все-таки он был больше похож на какой-то... Ну, очень такой вспомогательный инструмент, при помощи которого больше квест решались, чем враги уничтожались. А здесь, например, если ты дерешься с врагом, который очень хорош в ближнем бою, то при определенных условиях пистолет может оказаться крайне полезен. Вот, например, как при схватке с тренером. Да, я его все еще наизвиваю тренер, потому что он все еще тренирует смерть. Черт, неплохая такая запись по служном списке. Тренировал смерть. Так, монетки, монетки продолжаем собирать. Так, золото, золото мы то уже не получим. Что ж поделать? Так, ну, прыгать. Что еще делать? Так, куда теперь? Так, ну, мы, наверное, да, мы себе путь к отступлению сейчас организуем. Откроем ворота. Что это мы все пешком? Тогда можно верхом, быстрее, веселее. Так, нет, ну, я думаю, туда падать не имеет какого-то особого смысла. Вряд ли там какие-то квесты. Скорее, там просто урон нашему смертельному здоровью. Да, ну, вот тот товарищ туда упал и доказал это на практике. Но все это лирика. Главное, нам самим туда не сверзнуться. Хотя и это, как выяснилось, не такая же беда. Так, вот видим монетку, монетку лодочника. Как бы нам ее достать? Вот было бы неплохо. Опять этот камень. Что это за синяя фигня? Что, ковбойские методы на нее не действуют? Ну, черт возьми, ну, что ж такое? Что это? Что это вообще? Может, монетку достанем? Нет? Почему она не притянулась? Это как-то странно. Что ж, жакей из меня не ахти какой. А, это еще что такое? О, приветствую тебя, мягкотелый. Я не заметил тебя. Я хотел спросить, кто ты такой. Или что ты такое? Меня зовут Блэкрут. И я голоден. И чем ты питаешься? Только отборными камнями. Я умею притягивать маленькие кусочки. Но уже много веков я не могу дотянуться до чего-нибудь съедобного. Я должен ждать здесь своего хозяина. Но я умру от голода, если мне никто не поможет. Твой народ на грани исчезновения, а ты просишь накормить тебя. Это не составит для тебя труда. Возьми это. Это притянет к тебе камень. Ты принесешь его мне. И я съем его с огромным удовольствием. А после я отблагодарю тебя. Ты ешь? Я не похож на других конструктов. Жизнь во мне пустила корни. Их нужно кормить, или они поглотят меня. Как давно ты здесь? Я веками коплю свою силу, и мои корни проросли слишком глубоко. В этом-то моя проблема. А что насчет твоего хозяина? Я не хочу о нем говорить. Я его даже не помню. Он ушел много тысячелетий назад. А я оказался в ловушке. Еще один сторонний квест нам дал какой-то каменный стукан, который, в общем, даже и не злой. Что-что? Так, что-то такое непонятное про какие-то камни-приманки. Не будем мудрить. Просто стреляем по этим камням. Теперь по ним можно стрелять. Перед этим я по ним палил, и все бесполезно. Ну и что? Ты будешь есть то, что я тебе принес, или нет? А притянуть... Нет. Монетку притянуть так нельзя. Ну, в чем дело-то? Тебе уже не нужны камни. Ты уже не голоден. Что, ты уже на диете? Или там? Там тоже синие камни. А нет. Показалось. Это не то. Но только я не понял, почему он отказывается поглощать эти камни? Я только что собрал один. Так, надо посмотреть по квесту. Что же ему надо? Надо собрать все тридцать четыре? Там. Или как? Или что? Так, любую комбинацию с трех камней. А мы пока собрали только один. Ну, все понятно. Найдите камни доли силы. Силы нет. Сопротивления нет. Ну, ладно. Это все потом. Это все по ходу игры. Разберемся. А, с этой монеткой. Ну, черт с ней. Мы лучше найдем кого-нибудь, кого можно побить. Замечательным молотком и острыми косами. Руки чешутся навалять каким-нибудь вурдалаком. Я вижу, там впереди есть еще какой-то немаленький враг. Так, ты запутался. Как-то сейчас модно говорить, застрял в текстурах. Ну, иди сюда. Иди сюда, здоровяк. У нас же есть сквозной удар. Мы можем... Ну, нет. Ну, что с такое? Верни нам здоровье. Громадина. Не путайтесь под ногами. Нет. Еще раз мы на это не попадемся. Так. Надо сначала вышибить этих мелких. Да. Да тебе все мало. С молотком тебе, да. Агрессивные ребята, на самом деле. Ну, поскольку управление очень четкое. С помощью перекатов, как я уже неоднократно замечал, очень легко избегать. Всех этих гнусных нападок. Так, ну что там, дали какой-то амулетик. Амулетик надо надеть. Тем более золото. Золото я люблю. Нет. Опыт это дело хорошее. Лут это дело еще лучше. ЛУТШЕ. Поэтому. А-а-а-а. Поэтому. Мимо вот этих вот товарищей тоже проходить не станем. А что мимо них проходить? Тем более, что можно и жизни немножко восстановить. При помощи. Спецприемчиков. Да брось, ты по меня все равно не попадешь. Как хистый. Ха, тот товарищ на все стоит в стороне. Ждет пока я этого отметелю. Или надеется, что до него очки не дойдет. Ну вот и кончился еще один здоровяк. Правда, к сожалению, толкового ничего за него не дали. Но ничего страшного. Таких здоровяков нужно бить просто ради профилактики. Да, что-то я подзабыл, что у меня есть такая замечательная вещь, как облик жнеца. Надо будет ей воспользоваться на каком-нибудь ближайшем толстяке. Ну не растрачивать же ее понапрасну, в самом деле. Так, ну чего, на них смотреть, что ли? Конечно, надо лупить. Заодно немножко освоимся в плане сражений верхом. Так, ну тут настолько интересный уголок, что никак не могу пройти мимо. Уж простите меня, это не спидран. Да и тем, кто любит исследовать окружающее игровое пространство, тоже, наверное, будет интересно, что у нас здесь. Здесь у нас, так, виднеется вдалеке еще одна монета лодочника. Запоминайте, запоминайте, если вы вдруг проглядели какие-то секреты, где они расположены. Хотя пока я не нахожу каких-то особо сильно спрятанных вещей, но по себе знаю, что какие-то моменты можно просто упустить из вида случайно. Вдруг эти монетки действительно окажутся очень важными и полезными. Так, я вынес... Нет, никого я не вынес, я разбил стену порчи. Только как туда добраться? Наш верный вороненок прах показывает, что куда-то туда, но... Что-то как-то непонятно, куда. Так, а здесь стена, здесь тупик. Так, может быть, с той стороны, может быть, с суши как-то... Может быть, я не заметил в прошлый раз. Там было загорожено порчей. Так. Быстрее. На лошади. На нашем верном коне по кличке Отчаяния. Ну, что-то, что-то... Нет, нет, не видно, не видно. Я уже проехал дальше, а входа все нет. Как-то это безрадостно. Как же туда попасть? Так, а может, с воды? Попробуем ткнуться еще раз в тот тупичок. Вдруг там что-то... Да, точно. Пролом в стене и... Мне вот любопытно, а тот, кто строил вот это вот дело, он вообще о чем думал? Ладно, здесь был мост. Это ответвление от моста, и оно упирается четко в стену. Гениально, блин. Так, ну здесь мы не встречаем никакого серьезного сопротивления. Ребята просто падают... В воду. Вот беда какая. Создание порчи не умеют плавать. Они тупо тонут. Давно пора было уже дать нам какие-нибудь косы более существенные. Талисманчик? Нет. Пожалуй, походим со старым. Так, ну там вдалеке видно, что монета лодочника висит где-то наверху. Так, ну до нее мы потом доберемся. Вот на карте видно, что можно куда-то туда. Куда-то вдаль. Попробуем сплавать туда, да. Туда-да. Я рискую нарваться на еще одного какого-нибудь босса скрытого. Как тогда с Горвудом. И обломают мне рога, но... Чего-то не хватает. Чего-то не хватает. Действительно, чего-то не хватает. Таких ребят я помню по первой части. Это были великаны, которые представляли собой живые двери. Ну здесь они какие-то не особенно живые. В частности, вот этот вот. Чего-то ему не хватает. Так, а это что? Батюшки. Старый знакомый. Приветствую тебя, всадник. И добро пожаловать. Я давно жду тебя. Вульгрим. Что заставило тебя выползти на свет? Я не хочу потерять своего лучшего клиента. Мало ли кто бродит на грани теней. Поэтому я и хочу предложить свои услуги. Что ты знаешь такого, о чем не знаю я? Я здесь не по своей воле, демон. Я просто шел по следу побоища. Твои кринки еще не затупились. Но в любом случае я могу тебе помочь. У меня есть вещи, которые многими не одобряются. Давай, взгляни же. Ты не будешь разочарован. Новые товары. Так, хитрющий демон Вульгрим. Опять, опять появился. На горизонте. Снова он торгует со всадниками. Но на этот раз торгует чем-то более интересным. Так, теперь нам понятно, зачем, зачем нужны эти монеты лодочника. Правда, вдобавок к этим монетам, черт возьми, нужна такая огромная гора денег, чтобы обзавестись ларцом с наиболее хорошим лутом. Да. Но продавать пока мы все-таки подождем, подождем, пока у нас наполнится наш инвентарь. Пока не мешает. Ну вот, нас нагрузили еще и этим квестом с страницами Книги Мертвых. Ну, это все понятно. Мы их уже насобирали какое-то количество. Так, теперь придется, придется немножко попрыгать, потому что хочется сундуков. Хотя бы один, как минимум один, я уже нашел. Отдай мне его содержимое. Ну, неплохие, не особенно притязательные сапожки. Не будем мудрить. Это любопытно. По всей видимости, бомбу надо закинуть сюда, через ту щель в стене. Только вот как? Не малейшего представления, как туда попасть. Там, конечно, сундук. Какой-то хороший сундук. Здесь какие-то странные пентаграммы на стенах. Ну, возможно, да и, скорее всего, это связано как-то с еще неоткрытыми способностями смерти. С каким-нибудь инструментом, который открывает порталы на месте вот этих вот синих штуковин. Ну, так вот из воды, конечно, мы туда не допрыгнем. Здесь, здесь, здесь ничего. Хотя сундуки, сундуки манят. Сундуки завлекают. Это любопытно, тут все какие-то двери. Получайте, хватит путаться у меня под ногами. Все, надоели. По-быстрому с этим товарищем разбираемся. И все. Хорошая штука. Облик жнеца. Жаль, работает недолго. И копится немало. Вот. Недолго мы ходили в простецких тапках. Нет, я хочу наверх. Дайте мне моих сундуков. Так, ну, пока все-таки обойдемся без всяких побочных дорожек. Можно было бы, конечно, на ту тропинку свернуть, которая прямо. Но нет, мы пойдем прямо в ливневый форт. Так, ну, все ясно. Такие кольца я уже видел. Недалеко от развалин, где мне настучал по голове Горвуд. По всей видимости, они нужны для какого-то крюка, возможно, троса с крюком. Который также даст нам какая-нибудь добрая душа, для кого мы убьем какого-нибудь врага. Повсюду эти запчасти для каменных истуканов. Что с ними делать? Может быть, не знаю, можно как-нибудь собрать. Может быть, нас ждет какой-нибудь квест-пазл Собери Гиганта. И мы будем колесить по всему этому увядающему миру в поисках гигантской каменной задницы. Давай, прах, отведи нас уже в ливневый форт. Уже хочется каких-нибудь сюжетных головоломок. А не свободного странствия. Ну вот, похоже, мы и на месте. Нам дали возможность сохранить игру. Опять эти летуны. Чувствуется, еще не раз с ними придется возиться. Почему они так здорово выносятся из пистолета, который наносит меньший урон, и так много нужно ударов косами, чтобы уничтожить этих тварей. Не понимаю. Вот этот стрекочет там сзади. Ты, зараза, я тебя все равно убью. Вот так вот будет с каждым. Ну что ж, на этом эту часть мы завершим. Спасибо вам большое за внимание. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и заглядывать в уголок любопытного геймера ВКонтакте. Все самое интересное прежде всего там. До встречи. Продолжение следует...